Что-то хорошее идет, леску всю нам, ох! Дамы и господа, я вас приветствую! Сегодня 11 января, приехали мы на рыбалку. В то время 8.30, ловить будем на задоне реки Дон, погодные условия, температура минус 5, юго-западный ветер, зельный дует, срывается снег. Поставим палатку, попробуем бель половить, приятного просмотра! И на вот такую вот красоту, ультралегкую, повесим мотылика, да и потихонечку начнем. В палатке уютно, хорошо, спаки подтягиваются, удилище у нас установлено, ждем поклевку. Друзья, у нас поклевка, ой, хорошая, что это такое, ребята, лесочка, ой, все запутал. Что-то хорошее, ребят, что-то хорошее идет, леску всю нам. Ох, да вы гляньте, какая, ой, друзья, какая, ох, ох, какая, блин, друзья, плотвина попалась мощная. Ну, намотала, конечно, будь здоров, друзья, гляньте, какая, ох, ты ж, гляньте, какая, латвина мощная. Ой, ей-ей, хорошее. Ну, вот, кстати, поклевка была на ту удочку, где на мормышке одета два мотыля. То есть на первом удилище у нас два мотыля была поклевка, вот, единственная поклевка, и мы достали крупную плотву. Вторая, третья удочка одета по одному мотелю. Мы сейчас попробуем достать и одеть два мотыля на мормышку. Опять, ребят, у нас на первое удилище подходит рыба. Да. Обгладывает. Какие-то движения я еще не успел ходить. Не успел еще опустить. Третье удилище с двумя мотылями. Да, какая-то поклевочка присутствует. Да, что-то там есть, ребята, кивочек загибает. Давайте. Есть. Что-то мелкое. Да, что-то мелкое. О, бывает и такое, да. По поводу снастей хотелось бы сказать, что леска у нас Лаки Джон Микрон 208 и мормышка вольфрамовая 0,06 грамм. Ультралегкая. Вешаем по два мотыля. Ловим на кивок. Друзья, опять на первое удилище была какая-то... О, есть. Вот она у нас. Что-то есть. На третью что-то клюнуло. Плотвичка. Хорошо. Ну, это, конечно, по сравнению с той мелкой попалась. Но все равно приятно. Приятно. Веренный, степенный клев. Вот. Одели по два мотыля на каждую мормышку. Мормышка расположена у дна. Ну, периодически. Продергиваем кивком. Она плавно опускается на дно. Активного клева нет. Ну, спокойный такой, умеренный, умеренный клев присутствует. Касаемо узлов, как я привязываю мормышку к леске. Узл пиццам. Восемь оборотов делаю. Ну, предварительно, конечно, смочив при затяжке лески. Хороший, крепкий узел. Легко вяжется. Всем советую. Да я думаю, все рыбаки его используют. Вчера заказал леску. Не леску, а шнур. Дуэл Зе Ван Хардкор. 208 ПЕ. 0,045. У него толщина. Вот он приедет. Будем тестировать. Подбирать под него узел. Потому что не каждый узел туда подходит. Сильно он ослабляет леску. Она и так на разрыв там, по-моему, 700 грамм идет. А с узлом меньше 500 грамм. Будем подбирать, тестировать. Пидзен с разными числами оборотов. Также в микроскопе сверим диаметр. У меня леска, шнур есть. Сиглон 0,2 ПЕ. Сравним. В микроскопе с Дуэл Зе Ван Хардкор 2,0,8. Посмотрим, насколько диаметр визуально будет отличаться. Также приехала шпуля на катушку Цириноя ФС500 для мармышинга. Мы туда этот шнур. Ну, подберем сначала узел и намотаем туда этот шнур. А в качестве бэкинга будем использовать мононить. Мононить диаметром 0,1. Я сделаю короткий видеоотчет. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. Хочется помормышить, но не в мороз, не зимой. А все-таки мармышинг мы оставим до весны. Будет стабильный плюс. Тогда пойдем. Тогда пойдем ловить. Комплект получится удилище. Навахо Мармышко Олта 612 с тестом 0,1-0,5 грамм. Катушка Цириноя ФС500. Шнур Дуэл Зе Ван Хардкор 2,0,8 ПЕ. Я думаю, идеальный баланс, идеальное сочетание. И ловить уклон, конечно, будем делать на самодельные мушки. То есть никакого не силикона. Только мушки будем использовать. Все возможные. Сейчас вяжем. Время свободное есть. Холодными зимними вечерами дома. Позаниматься оборудованием, комплектующим. Все есть. Просто бери и вяжи. Готовься к летнему мормосезону. Но у нас пока затишье в плане клево. Рыба отказывается клевать. Добавим щепотку мотыля. Кормового нет. Но насадочного кинем. Пусть кушает. Ветер очень сильный. Но в палатке офигенно. В палатке очень комфортно. Друзья, начал мотыля менять. Выпускать. И палатвинка. Гляньте, какая красивая. Тоже золотистая бахнула. Друзья, вот она. Поплевочка есть. Хорошая. Хорошая, друзья. Ух ты, какой классный. Подлещик попался. Ага, есть. Да, что-то мелкое. Друзья, куда? Ёрши. Эту поклевку ни с чем не спутать. Женди, какой миленький. Вот такой, друзья. Ёршик. Друзья, у нас тут такие локсами. В дугу. Ого. Кто там? Кто это? О! Вот вина попалась. О, я заглотил это как. Такая, друзья, красавица. Три мотыля. Заглотила. Туда аж вгланды себе. Сейчас мы экстрактором достанем. Ключок. Друзья, поклевка. Опять, наверное. Ёрш. О-о-о. Рэнди, гугай. Вы видите. Микро. Эйх. Плыви. Да. Оплыви. Друзья, на третьем поклевка. Что-то на большое, но и такое средненькое. Ну, что, тоже нормальная плотвичка. Друзья, у нас поклевка. Ага. 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 Ох, платвичка хорошая. Попалась. Ребятушки, платвичка хорошая. Попалась. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что я тебе взять не мало никак. Вот такая. Друзья, хорошая. Платвина. За верхнюю. Видите, за верхнюю губу. Аккуратно взяла. Друзья, ну, только что еще одна попалась. Чуть помельче. Ух ты ж. Эх. По губякам деранули ей. Друзья, ну, основные виды проводок. Кивком. Какие я использую в зимней рыбалке. Первый тип это качельки. Плавно отрываем мормышку от дна. Немного постучали. И потихоньку начинаем делать циклические движения. Кивка вверх-вниз. Плавно его раскачиваем. Ну, и сантиметров сорок поднимаем вверх мормышку от дна. Плавное движение. Будилище расположено параллельно льду. И второй тип игры кивком проводки. Это зуд. Будилище берем за самый край. Ну, вот. За самый край. Постучали несколько раз по дну. И высокочастотными колебаниями. Высокочастотными движениями. Начинаем его как бы расшатывать. Получается зудящая проводка мормышки. Ну, почему-то сегодня все поклевки были именно мормышки со дна. То есть, без игры кивком. Мормышка у нас лежит на дне. Кивок немного загнут. И все удары на подъем. То есть, кивок у нас поднимается. И крючок оказывается в верхней губе рыбы. Гляньте, что у нас попалось. Эксклюзив. Окунь. Какой-то бледный. Скажу. Очень красивый кусок. Друзья, ну, вот он наш лов. Скудный. Плотвичка вот такая вот. Красивая, да? Подлещичек. С ладошку. Небольшую. Видите, у него какая чешуя красивая. Окунь. Ну-ка. Покажи свое оперение. Ну-ка. Гляньте, какой красавчик. Ну, плотвичка, конечно. Хорошая. Хорошая. Смотрит на вас. Какие перышки у нее. Да, красивая. Ну, итог какой. Клево не было. Ну, было клево. Пока.